Восьмая серия Москва, Крым Приближаемся к поселку Приморский на берегу Черного моря. С левой стороны по ходу движения временами будет возникать панорама Черного моря. То, что удалось заснять на видеорегистратор. Радио Крым в эфире. Восьмая серия Москва, Крым Восьмая серия Москва Совсем немного осталось и откроется панорама на море. Вот выезжаем в Приморский. Название Приморский, наверное, по силам. Среди город. Ограничение 60. Или город, но не знаю. Вот тут написано Приморский. А что это такое? Статус какой? Определить не могу. Работает радар-детектор. Значит, где-то стоит камера. Фото или видеофиксация. Вот проезжаем по Приморскому. С левой стороны можете наблюдать Черное море. Впереди Феодосия. Но сам город заезжать не буду. Обойду его с правой стороны. Проехали Приморский. Проехали Приморский. Так, ну вот по трассе на этом участке. Береговые и ближние камыши. По сути берег освоен, или как сказать. Береговые и ближние камыши. Береговые и ближние камыши. Душа и перекусывай Вот такой пейзаж До пятности еще немножко Субтитры сделал DimaTorzok Ну, теперь все вероятности коммерческие пляжи, но вдоль трассы много и бесплатных. Так мне кажется, приближаюсь к городу Феодосия. Субтитры создавал DimaTorzok Феодосия с левой стороны по ходу движения. Дорога более-менее удовлетворительная. Вот можно увидеть с краю с левой стороны это Феодосия. Субтитры создавал DimaTorzok Пунктов. Всех не перечислить. Тут, наверное, красиво из окна поезда снимать видео Черное море от Феодосии. Вот так. Вот так. Вот так. С левой стороны солнечная. Справа ближние. В Крыму летом я в Крыму. Вообще всего третий раз в Крыму. Да, я в Крыму третий раз. Ну, Феодосия осталась. Зимой приехали два раза. Северополь позади. Ну и вот в мае месяце перед сезоном отпускников. Я не знаю, что за город. А! Город насыпное перед сезоном отпускников. Но вперед нашел свои зимы. Тут, конечно, будет незаметно отдыхающих. Тут будет два раза. И движение. И все остальное. Маленький уютный городок. Аккуратный. Но до моря тут, наверное, километра два. Уходим от моря в сторону немного. Отдаляемся. Продолжение следует. С правой стороны по ходу движения Аэродром Чкаловский Расстояния между городами небольшие Но движение между ними по серпантину в основном происходит Дорога на серпантине конечно требует большего внимания Большего ухода Но это будет дальше видно Дорога на серпантине Дорога на серпантине Движение в данный период года не очень интенсивное. Но хотя временами попадаются и колонны встречных автомобилей, и дальнобойщики попутные. Кто-то остановился на отдых, кто-то продолжает движение. Первомайский с правой стороны остановился. Если что-то с навигацией на побережье Крыма впервые, постараюсь максимально эффективно. Вообще навигация меня здорово подвела в эту панель. Видеоаппаратуру. Основная съемка идет на видеорегистратор DataCam 6 Max. И картинка очень хорошая. По многим позициям отвечает требованиям. Подъезжаем к городу Старый Крым. До моря от города далековато. С левой стороны примерно в 5 километрах Коктебель. Почему я не поехал через Коктебель? Ну это во всем я буду винить навигацию. Потому что было намерение проехать по всему побережью. К сожалению Коктебель остался в стороне. Печально конечно. Ну замечательный город Старый Крым. Мечеть красивая. Проехали ее. Сразу привлекает, обращает внимание. Мы проехали город Старый Крым. Ну вот при движении вверх-вниз закладывает уши и чувствует видать перепад давлений. Стараюсь как можно быстрее прокомментировать это видео. Потому что через два часа выступление президента Путина отвечает на вопросы. Ежегодное такое традиционное общение с народом. Я написал вопрос о строительстве моста через реку Лена. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Старый Крым. Впереди, значит, Курское село и Грушевка. Кстати, в Грушевке я немножко плутонул. Я хотел уйти к городу. Так, сейчас, куда же я хотел уйти? К Судаку. Уйти к Судаку. Но навигатор потащил меня черт знает куда. Поэтому мне пришлось немножко покрутиться. Чтобы изменить маршрут. Вот в Грушевке я крутанулся. Вернее, крутанусь. Маршрут перестроен. В общем, крутился тут. Навигатор тащил на Симферополе. В общем, такой небольшой аппендицит получился с заездом. Ну, посмотрите. Село Грушевка. Грушевка. Ну вот, покрутившись. Перестроившись. Навигатор упорно тащит меня в Симферополь. Повертевшись, покрутившись, заехал, выехал. На меня с удивлением смотрели все. Что-то здесь забыл. Вот Грушевка. Ну, деревня, наверное. Городом никак не назовешь. Детишки. Все такое. Это мои комментарии в салоне. Ладно, оставим все на совесть навигатора. Покинул Грушевку и беру направление на Судак. Перестроился. Движение достаточно интенсивное. И выскочить на трассу приходится подождать немного. Ну вот, немножко понахальничал. Извинился, между прочим, аварийкой. Ну и направление на Судак. Дорога 35К-006. Прямо 21 км. И Яндекс.Навигатор использовал и Map.me. И в итоге добился своего. Дорога проходит в агористой местности. Ну, потихоньку, временами спуски, временами подъемы. Ну, впереди самое интересное. Спускаюсь в Судаку. Это движение по Судаку. Судаку. Связи на 15 канале никакой. По сути дальнобойщиков не бывает, наверное. Рассчитывать на связь с легковыми автомобилями не приходится. Я что-то не видел антенн на легковых автомобилях. Впереди похода переваловка. Ну, не очень далеко переваловка. Далее лесное. Да. Продолжение следует... 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 Надо обращать, в первую очередь, внимание на дорожные знаки. Вот он город Судак. Что меня, как навигатор, видите, смартфон глючит. Узкие улочки, это еще не сезон. Что будет пик сезона, предсказать не берусь. Но приходится иногда останавливаться, перестраивать навигатор, потому что он упорно тащит меня в Симфернополь. Так, повторюсь, навигация уже как раз у меня не очень не очень ужин получилось. ужин получилась. маршрута в Симферополь 1,2,3,2,3,2,5,8,9,9,9,9,9,9,9 Представляете какова была на трассе на незнакомой дороге Подсказку такого вот помощника. Перестроил навигатор на Алушту. Такими небольшими отрезками заставлял работать навигатор туда, куда мне нужно ехать. Но скоро эти мучения будут вознаграждены тем, что будет вид на море. Вид, скажу, заранее потрясающий. Дорога называется 35К005. Кто-то сможет, наверное, снять фильмы, видео о городах Крыма, типа Судак, Алушта, Ялта. Более профессионально, скажем так, да не более профессионально, а именно профессионально, с комментариями, с объяснениями. Я что могу прокомментировать? Только показать дорогу, инфраструктуру, состояние дорожного полотна. Но интенсивность движения на этом видео не показатель, потому что еще не сезон. Конечно, красота, господа. Наверное, есть дороги более с выгодным панорамным видом, но я таких дорог не знаю, потому что сам впервые в Крыму на побережье. Вот идет снижение, опускаемся. Пока еще не опускаемся, чуть попозже спуск. Уже начался спуск, да, это к морю. Дорога 35К-005. И coronом на побережье. Pokой choice microbя. «Ракосы Ж DAVID» Пỡ audio «Ракостная техническая 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 техника». сейчас снова приторможу немножко припаркуюсь и тоже сделаю еще один такой такая короткая вставка на панораме то что окружает я думаю посмотрев это видео появится у людей желание своими глазами увидеть это все вживую на своем автомобиле тем более мост построили крымский не нужно не нужно пользоваться паромом терять время в очередях и так далее проезд по мосту бесплатный и и и и и и и и Вот она, море, красота. Вот остановлюсь и будет новая вставка. Продолжение следует. Попробую снимать. Поставил на боковую дверь. Да, вот второй видеорегистратор Окинори я закрепил на боковом стекле, чтобы заснять насколько это получится море и берег. Но, честно говоря, не очень мне понравилось. Здесь море-то снимает хорошо, но длительные участки, это вот кусты, деревья, какие-то возвышенности, они в основном мелькают на экране. Погрежье Черного моря. Ограничение 50. Посмотрели немного моря и ухожу на серпантин. Не очень удачно получилась съемка на заднюю камеру. Которая установлена на заднем стекле, там антенна от радиостанции. Немножко мешает. И потом нагревательные элементы заднего стекла тоже не улучшают картинку. Ну а теперь по серпантину вверх-вниз, вправо-влево. Тут в очередной раз, а кто-то остановился, поставил видеорегистратор Окинори на заднее стекло. Итак, до Алушты, до Ялты. Все тут будет происходить примерно в таком режиме. То море, то серпантин. Так, поставил опять и назад эту камеру. И зверистая дорога. Сильно зверистая. Солнце то в лицо, то в бок, то в спину. Ну, из-за того, что на дата каме 6 макс стоит поляризационный фильтр. Картинка получается более-менее сносная. Без этого фильтра, конечно, дело бы было швах. На Окинори такой не стоит фильтр. Поэтому, просматривая его, некоторые фрагменты, я убеждился, что съемка на дата кам гораздо лучше. Когда есть вот такие яркие источники, как солнце. Впереди мост будет через реку Ускут. Ускут. Позрачни their красоты. Принято. Продолжение следует... 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 И не видно... Продолжение следует... 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 Так, потихоньку заканчивается восьмая серия. Буду ждать Ваших комментариев, Ваших отзывов об участке вдоль побережья Черного моря. Интересно узнать Ваше мнение. Сейчас тоже не могу вспомнить зачем останавливался. Не помню. Движение волнительное, потому что огромное внимание уделял именно съемке. Чтобы Вы могли посмотреть в высоком качестве пейзажи, панорамы разных участков Крыма. Может быть не у всех будет такая возможность лично посетить Крым по разным причинам. Ну вот считайте, что такую вот маленькую экскурсию я постарался Вам предоставить. У нас серпантин, говорю, отдельные участки очень такие напряженные, я бы сказал. Потому что резкие развороты, очень крутые повороты, говорю, на сто восемьдесят градусов. Девяносто градусов это не удивительно, это нормально. Но вот на коротких участках, говорю, буквально на сто восемьдесят градусов. Серпантин тут гораздо круче, чем в Иркутском регионе от Иркутской к Листвянке. Там тоже серпантин довольно-таки крутой, но тут повороты гораздо круче. Крутые имеется в виду заключительные по градусам, трехминутные. Ну а перевал через Уральские горы по сравнению с серпантином здесь можно считать прямой дорогой. Снова можете рассмотреть. Такой же примерно серпантин и в Сочи. Впереди плохая дорога. Ограничение двадцать. Небольшой подъем и спуск. И вот снова открывается вид на Черное море. Ну вот, к сожалению, нет таких площадок, где бы можно было припарковать автомобиль, остановиться. Те, кто едят с семьями, можно было бы отдохнуть, размяться и насладиться вот таким видом на Черное море. Опасность. Ограничение десять. Поселок Солнечногорское. Сначала было Малореченское, но по знакомым опознавательным можно будет прочитать. Такие узкие дорожки, узкая дорожка, дорога по одному ряду в каждую сторону, по одной полосе. Ну и снова... Ну и снова... И снова подъем. Снова начинается серпантин. Ну кому интересно, те можете посмотреть путь в начале видео, который ознакомится с населенными пунктами, какие были в этой серии. На этом я заканчиваю комментировать восьмую серию. Надеюсь, в девятой снова с вами встретиться. Ага. Ага. Ну все. Ага. 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 Ага.